Получили ржавую трубу. Одноименный антиконкурс больше года назад стартовал на информационном портале «СтройСар». Горожане активно голосовали за худшую структуру, занятую в управлении жилфондом Саратова. Итоги конкурса озвучили в общественной палате. Какая жилищная компания стала слабым звеном, узнала Анастасия Куклева. Недобросовестные коммунальщики – бич современного общества. Их работой недоволен каждый второй житель города. Пока в домах одних нет воды, у других она течет через край. С такими бытовыми трудностями жители борются десятками лет. В этом году им на помощь пришло информационное агентство «СтройСар». На своем сайте они учредили антиконкурс «Ржавая труба». Это такой живой рейтинг, где жильцы могут голосовать за свою компанию или против нее. И не только голосовать, но и сообщить какие-то сведения. В течение года промоутеры информагентства рассказывали об антиконкурсе горожанам прямо на улицах. Цель достигнута. В редакцию «СтройСара» поступило огромное количество жалоб от недовольных жителей. Голосовать на сайте можно было анонимно, что говорит о неангажированности конкурса. То, что проводят именно «СтройСар», то есть у граждан, у жителей, у собственников имеется возможность высказать свое мнение, не боясь того, что последуют какие-то определенные негативные последствия от их публичных заявлений. И они могут анонимно оценить ту или иную деятельность своей управляющей организации. Для подведения итогов конкурса в Общественной палате области собрались чиновники, представители управляющих компаний и общественники. Последние считают, что собственники жилья часто умалчивают о своих проблемах. Это привлечение внимания собственников жилья к проблемам тех управляющих компаний, в которых они находятся в управлении. То есть это главная парадигма, скажем так, этого конкурса. Потому что мы должны воспитывать и гражданское общество, и должны воспитывать и ответственных собственников жилья. После подведения итогов лидером антиконкурса стала компания ООО «СТСЖ Прогресс», в чью структуру входят четыре товарищества собственников жилья. Против нее проголосовали 634 человека. И антиприз «Ржавая труба» достался именно этой организации. Получить заслуженную награду представители компании не явились. Поэтому приз «Ржавая труба» будет дожидаться обладателя в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ Саратовской области.